Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Я зачитаю письмо, дам свои какие-то комментарии, мой взгляд на эту ситуацию, разберем это. Вы можете вставлять подобные комментарии под видео, тоже, что вы думаете по этой истории. В общем, если вам нравятся подобные видео, подписывайтесь, ставьте лайки и распространяйте видео в соцсетях. Это привлечет новых подписчиков, мне будет очень приятно, так что заранее вам за это спасибо. Ну, а мы приступаем к историям. Итак, здравствуйте, Галина. Смотрю, у вас уже очень давно нравятся ваши разборы. И когда бываю в Стамбуле, по вашим рекомендациям, посещала кафе, которое вы показывали у себя в блоге. Спасибо. Я даже не думала, что кто-то там пойдет, что-то будет посещать. С Турцией меня ничего не связывает, но наш менталитет очень похож. Я со Средней Азии. И проблема в том, что моя свекровь ведет себя так же, как жена моего мужа. А у меня и у супруга это уже второй брак. Муж был вдовцом, у него две дочки на момент нашей свадьбы. Им было 3 и 5 лет. У меня сын от первого брака, и у нас родился общий ребенок, мальчик. Вначале, после свадьбы, мы со свекрами и детьми жили все вместе. Сказать, что было тяжело, это ничего не сказать. Было просто трудно сыну. Девочки маленькие, дети жестокие бывают. Они говорили моему сыну, это не твой дом, не твой папа, зачем ты пришел? Думала, что нужно время всем нам. Свекровь смотрела за девочками с владенчества и все время комментировала при муже. Ей не нравилось, что я купила девочкам не того цвета платья, не так сварила кашу, не поцеловала перед сном девочек. И, в общем, я всегда не дотягивала, и она была мною недовольна. Когда я все это выдерживала тогда и не развелась, как все это произошло, я даже не понимаю. Муж любит и любил меня очень сильно. Но он подвержен мнению матери. Через год у нас родился общий сын. Супруг купил в соседнем доме квартиру родителям, так как свекор тогда болел и хотел переехать на первый этаж, чтобы ему было удобно выходить на улицу. Но через полгода свекор умер. Свекровь сказала, что ей одиноко, и она лучше будет присматривать за девочками от первого брака и забрала их себе. Так, я здесь остановлюсь немножко. Смотрите, что хочу сразу сказать. Ваша свекровь не самостоятельный человек. Она хожалка по жизни, да. Она, скорее всего, я предположу, может быть, она и работала. Но она такой тип спасатель. Но у нее желание манипулировать, доминировать, скорее всего. И ей для того, чтобы реализовываться, чувствовать себя нужной, комфортной, позволять себе себя любить, ей нужно спасать, помогать. Короче, она заваливает на себя дофига от того, чего ей не нужно было делать. И она забрала себе детей, девочек от первого брака, на самом деле, сделав плохо, да, разлучив их с папой. У них мама умерла, он вдовец был, когда вы выходили за него замуж. То есть, это травма, на самом деле, девочек травма, папина новая семья, 3-5 лет они маленькие, они, конечно, вашему сыну было тоже тяжело. Они его ревновали, это нормальный этап, надо было бы как-то сглаживать. Она еще усугубила ситуацию взаимодействия между вами тем, что она забрала детей еще, ну, скажем так, настроила против вас, против папы. Короче, создала лишние проблемы. И вот ваша свекровь такой человек, которому надо, она создает проблемы для того, чтобы их потом решать, а больше скажу, чтобы быть героиней, спасать и зарабатывать с этого, назовем так, некие бенефиты для себя. Есть такие люди, ну, вот такие люди есть, скажем так, да, читаем дальше. Так как мы жили в соседних домах, то виделись мы каждый день. Дети жили и у нас, и у бабушки. Я им всегда была рада, я не навязывалась девочкам и понимала, что родную мать я им не смогу никогда за ним винить, но старалась к ним относиться хорошо. К моему сыну от первого брака относились просто ровно, материально ровно, одежда, репетиторы и так далее, то есть все было поровну. Все это было за счет его родного отца. Мой муж не тратил на моего ребенка деньги, и меня это обижало. Все деньги супруга, а в браке мы уже 10 лет, до сих пор хранятся его матери. Девочки подросли, мы с ними в хороших отношениях, они могут рассказать, что у них в школе, как с друзьями и так далее, они также живут со свекровью дальше. Я знаю, что не дала той любви и ласки, не смогла заменить им мать, как бы хотел супруг, но я пыталась, но свекровь их опекает, так и не доверяет их никому. Были и ссоры со свекровью, я пыталась объяснить, что я стараюсь для них сделать, но ей всегда все не нравилось, все, что я делала для них. И такое ощущение, что у мужа не мать, а жена. Совершенно верно. А я как будто любовница и мешаю счастливой их совместной жизни. Так и есть. В какой-то момент я поняла, что если я не нужна его девочкам, то я нужна своим детям. И в надежде найти одобрение свекрови, совсем забыла про себя. Я просто отстранилась от них, вышла на работу, стала неплохо зарабатывать. Теперь не завишу материально даже от мужа. С супругом мы живем неплохо. Иногда я чувствую с его стороны обиды, особенно когда пообщается с сестрой своей. Заловка меня не любит и каждый раз настраивает против меня мужа. Иногда обидно, что человек, с которым я живу уже 10 лет в браке, до сих пор все деньги держит у мамы. Мне кажется, что эти манипуляции девочками его специально производят, чтобы все контролировать свекрови самой. Ведь у супруга чувство вины перед матерью и перед девочками, что он не живет с детьми. Хотя он каждый день там бывает, а домой приходит на самом деле только ночевать. Нашего общего сына сторона мужа тоже принимает. Но нет особой любви. Например, в прошлом году, на его день рождения, они все уехали на дачу. Зная, что он ждет их всех на самом деле дома в гости. А они просто не пришли. А вчера Заловка уехала на дачу, забрала девочек его. Там три семьи с родственников, с женами. Позвонили, позвали моего мужа, но не меня. Меня это очень сильно обидело, что он никогда не может заступиться за меня. И даже не сказал, что некрасиво приглашать только его одного, а меня нет. Тем более, раз все отдыхают там парами по-семейному. А я иногда думаю, а что будет дальше? А вот стоит ли мне продолжать этот брак? Я буду рада, если простете и сделаете разбор ситуации. Спасибо вам. Мне самое интересное, что будет. Давайте я вот на именно на этот вопрос, что будет дальше, вам и расскажу. А вы сами будете, конечно же, принимать решения в вашей жизни, что вам делать. Смотрите, что будет дальше? Все будет так, как есть сейчас. Ваш супруг не разорвал, не разрезал пуповину со своей матерью. Мама создает манипуляции. Я уже сказала, почему она взяла девочек. Для того, чтобы манипулировать вашим супругом, чтобы хранить верх, держать ситуацию в своих руках. Я думаю, что ее супруг был подкаблучником, скорее всего, ваш свекор, потому что она им управляла и манипулировала. В общем, это такой манипулятор человек, да, с таким тяжелым. Вы сделали очень правильно, ну, логично, что отстранились, перестали соперничать или прогибаться, стараться завоевать любовь. Я думаю, вы правильная девочка от воспитания ваших родителей, быть правильной, хорошей, завоевать любовь для вас. Поэтому выбрали эту семью, проще так скажу, этого супруга, его маму, но помыкались, поняли, что это нереально. Про себя, про детей уже забыла. Вы еще повзрослели, опыта набрались и поняли, что лучше вообще с этим не связываться, да. Быть удобной и комфортной для всех хорошей девочкой не получится. Я вообще всем, кто страдает синдромом хорошей девочки, скажу, вообще это никому не надо, кроме окружающих, кому удобно с вами вас использовать. Это, в первую очередь, неудобно и плохо для вас. Поэтому, пожалуйста, максимально. Нет вообще ничего хорошего, позитивного или каких-то бенефитов с того, чтобы быть угодной всем. Страдаете от этого только вы, а хорошо только окружающим, которые вас используют. Так что принимайте это к сведению. Далее, что будет? Я думаю, что ваш супруг так и не разрежет поповину со своей матерью, потому что он этого не сделал и раньше. То есть, с ним ругаться, ставить вопрос ребром, не знаю, там, пытаться что-то переделать спустя 10 лет, уже поздно на самом деле. Вы можете здесь только два варианта сделать. Все продолжать как есть, отстраниться, но вы станете чужими дальними людьми, вы уже это чувствуете, у вас есть обиды к нему, каждый, может быть, потом заведет себе любовников. В общем, потихонечку будете отдаляться. Либо вы, если вы задаетесь вопросом, я условно скажу, если вы поднимете вопрос развода, расставания, скорее всего, он произойдет. То есть, если вы захотите поугрожать своим уходом и разводом с ним, я не думаю, что он спохватится и начнет обещать вам лгать, что он изменится. Он хотел бы, уже давно изменился, все было по-другому. Скорее всего, он пообещает какое-то время, по факту увидит, что ничего не меняется, потому что с матерью вот эта связь очень сильная. Его матушка быстро сделает так, чтобы эту возможность не упустить, скорее бы он развелся, скорее всего. В общем, в своих целях эту информацию будет использоваться, он же побежит ей, скорее всего, жаловаться, сразу все рассказывать. Соответственно, скорее всего, это приведет к разводу. То есть, если вы планируете поднимать тему, если вы думали поугрожать, что-то решать, скорее всего, это приведет к разводу, к расколу, к разладу. То есть, если вы открываете рот про развод, понимаете, что это капитально, вы к этому должны быть готовы и понимать, что обратного пути нет. Это будет по-серьезному, по-настоящему, не манипуляция, а вот сказали, сделали. Далее, у меня вообще к вам вопрос. Для принятия подобного решения вам надо подумать, зачем вам вообще нужен этот брак. Прямо сядьте на листочек, выпишите, накидайте себе мои плюсы. Я вижу уже со стороны, только по вашему письму, что вы очень не удовлетворены этим браком. Вашего ребенка от первого брака не приняли, им обеспечением занимался его отец. По сути, так и должно быть, алименты и все прочее, но и морально, как бы, да, должны все-таки как-то принять ребенка. Я не говорю, что любить, у него папсовый, конечно, есть, но все равно как-то чувство теплое какое-то должно быть. Ваш совместный ребенок не вызывает вон эмоций. Вас, как вы не заняли своей позиции женской хозяйки, очага, жены его, да, для всех его родственников. Вас никто там, к сожалению, скажу неправильно, неприятно, за 10 лет не принял. Вы не стали там своей, вы не заняли позиции жены. Ваш супруг просто отдал вас на съедение родственникам. Сами боритесь за свою позицию, да, за свое место под солнцем в семейном клане. Вы, в свою очередь, были мягко и хотели подстраиваться, да, подстраивались, ничего не вышло, да. Вас муж хиляк, простите, как я и схожу, за вас не постоит. Я скажу, он никогда за вас стоять не начнет. Вот, он отдал вас на съедение клану, но они, по сути, вас сожрали. Честно скажу, вот как есть, да. Вы молодец, сейчас у вас позиция единственная, здоровая, правильная в этой ситуации. То есть отстраниться, заняться собой, быть независимой, зарабатывать деньги, тратить их на своих детей. Короче, в какое-то удовольствие стараться получать от жизни ситуацию, в которую я попала. Но я как психолог могу вам сказать, я вас ни к чему не подталкиваю, но вы такой жизни себе хотели? На компромиссах жить или действительно быть счастливой? И вообще задайте себе вопрос, а вы этого человека любите? Он вам нужен? У вас, ну, вы хотите здоровых партнерских отношений? Знаете, что я вам скажу? Просто силу ситуации, которые произошли, да, конфликтов, всего прочего, обид, которые у вас скопились на супруга, как он себя вел, вы повзрослели. И вы сейчас, если мы берем семейную психологию, термины оттуда, то вы выросли в своей позиции, вы заходили в отношения на позиции детской. Вы искали себе, ну, скажем так, равного, да, где-то партнера, но вы не просто так залезли, вы знали, видели, чувствовали, что он зависим от родителей. Вы искали себе сильного партнера, который сильнее вас. Вам казалось, вот у него два ребенка есть, он вдовец, в том плане ему забота, любовь какая-то нужна, да, исцеление души, он, наверное, возьмет за нас за всех ответственность, там, мужик, вся история. Оказалось, что он слабенький. Ему, да, нужно зализывать раны, ну и мама неплохо с этим справляется, вообще-то мама давно все это держит дело. И вы заходили с позиции слабой, да, с позиции ребенка, не с позиции равной партнерской. Вот тогда просто сразу, если вы хотели здоровых партнерских отношений по-взрослому, вы бы сразу уже вступили в конфликты, откусывались и отвоевали все-таки за 10 лет свой кусок территории, свою квартиру, свое место, свое вот это вот быть хозяйкой и так далее. Ситуация бы с девочками не произошла. Ну, короче, да. И сейчас, спустя эти 10 лет, вы многое прошли, поняли, стали старше, плюс еще у вас опыт свой. И вы поняли, что муж не соответствует позиции сильного, вам надоело быть слабой, потому что вы поняли, если я буду слабой, меня вот сжирают, за меня не заступаются, мне нет никаких бенефитов с этого, нет смысла быть слабой, надо быть сильной здесь, чтобы выжить. И вы автоматически дотянулись до позиции партнерской, взрослой, а ваш супруг остался в позиции детской, слабой, со своей мамой. Вам сейчас нужен реальный мужик, партнер вам нужен, потому что вы уже деньги зарабатываете, в себе уверенно, самооценка поднялась, умудрились отстраниться от вот этой ситуации, не вступать в конфликты, не бороться, догадались, что не надо заискивать и искать расположение. Все правильно, психологически у вас произошло правильное взросление личности за эти 10 лет. Но у вас теперь вопросик, который вы поднимаете, задавая мне этот вопрос, но, видимо, еще до конца себе не осознали и не поняли характер вашего вопроса. Вопрос такой, мне нужен сильный партнер, равный мне, не доминирующий, а равный. Я готова к здоровым партнерским отношениям, когда мы на одной взрослой позиции с партнером, а у меня партнер ребенок. И он не растет и не дает мне предпосылок вообще, обещаний каких-то, что он будет расти. Его все устраивает. Я больше скажу, вот ему сейчас, наверное, допустим, условно 40 лет, там 40-45, да, и он все эти годы, условно 45 лет прожил вот в этой позиции. А с чего вы думаете, что он внезапно захочет стать взрослым? Ему кайфово. А мама полностью на нем надеть корчу. Он защищен максимально. Он в позиции, он типа мужик, а по факту он мальчик при маме. Ему удобно. Его запросы закрываются. Он даже за вашего общего ребенка постоять не может. И сказать, слушайте, что с женой моим, не знаю, что за дела. Мы собираемся все, мы с мужских вот этих поступков, защиты вас. Я больше скажу. И я понимаю, что страхи могут овладевать, но когда ты любишь окружающих своих, свою семью, ты за них глотку порвешь условно. Поэтому, если вы готовы, можете взвесить самостоятельную жизнь без него. Если вы чувствуете, что это как некий камень, привязанный к вашей шее, тянет вас на дно вообще, не дает вам развиваться, жить и так далее, перенимайте решения, какие считаете нужными. А кто скажет, надо сохранять семью ради детей, я уже много раз эту тему затрагивала. Окей, сохраняйте ваш выбор. Но я скажу, что чувствовать себя нелюбимым, непринятым, ненужным своими родственниками, вот ради вот этого чувства ребенку, семью будем сохранять, чтобы он себя чувствовал здесь вот виновником каким-то, ненужным, не по праву находящимся. Про старшего от первого брака я вообще молчу, он вообще здесь не при делах в этой семье. Он вообще как-то сторонний, знаете, для них. Тут уже общий ребенок и то, как-то его в расчет не берут. Но для сохранения этих эмоций будем продолжать брак, да, что все мучили, что всем неприятно было. Давайте накажем детей заодно, пусть они с этим чувством живут. Ну, короче, принимайте решения, общайтесь со своими детьми, поймите, что им хочется, каково им вообще приятно, неприятно и так далее. Я честно скажу, будьте готовы к тому, что если вы заявите о разводе или, там, не знаю, возьмете тайм-аут, три месяца пожить отдельно, вот в семейной психологии очень часто такая практика, вообще самый лучший способ. Не знаете, как принять решение, если вы на грани развода или вам плохо вместе с партнером, вы должны разойтись на три месяца, не общаться, не созваниваться, не контактировать, никаких телесных, там, сексуальных контактов вообще-то запрещено. Желательно вообще не разговаривать, не переписываться, обновить свои эмоции и чувства и понять, что вы чувствуете к своему партнеру, вы по нему скучаете, любите его, нет, вообще, чего вам надо. У вас в голове вот для обновления эмоций и чувств три месяца со всеми работает. Просто не все выдерживают. Страхи вылазят, как-то я останусь одна, будет плохо, не могу отпустить. Короче, проблемки вылазят ваши личные в такие моменты, не все этот срок, скажем так, досиживают. Знаете, для снятия ответственности из себя, откровенно, по-честному, по-взрослому, поговорите с супругом напрямую однажды, один раз, для снятия ответственности. Скажите все, что вы думаете и чувствуете. Не обиды свои выливаем, нет, 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 нет. А по-взрослому, вот обиды, вот эти слюни, слюни и сопли, я на тебя обижаю, зато твоя мама, ты молчишь, а там наш ребенок, нет. Это детская позиция. Я про взрослую. Дорогой, мне некомфортно. У меня ощущение, что в нашей семье я никто, меня не приняли твои родственники, меня не приглашают. По факту меня не позвали туда, так к ребенку относятся нашему общему вот так-то. Я себя чувствую вот так, мне это не нравится. Скажи мне, пожалуйста, можешь что-то изменить? Вот что ты можешь сказать вообще, свою оценку дать этому? Если ты раньше этого не замечал, вот я тебя об этом информирую, зная, что твоя супруга в браке испытывает вот такие эмоции. Что ты можешь вообще сказать мне по этому поводу? Посмотрите реакцию, он скажет. Начнет, например, ваша ситуация, состояние. Ничего важного, тебе кажется, да, ты дурочка вообще, да. Ты тебе привидел, что у нас все замечательно и хорошо. Не замечать проблему, да, минимизировать ее. Или он, может быть, скажет, слушай, что я могу сделать, чтобы это стало хорошо. То есть посмотрите, он будет шевелиться или нет. Вы должны заявить, дать своему партнеру сигнал, сказать, что мне нехорошо в сложившейся ситуации. Мы что-то как-то вместе будем, что-то как-то или нет. Пытаться решить, чтобы нам вдвоем стало комфортно в нашем союзе. Если партнер ваш отказывается по разным отмазкам, говорит о том, что он не хочет ничего делать, вот он такой, ему наплевать. Будем по-честному говорить. В здоровых партнерских отношениях партнер должен выйти на диалог и сказать, слушай, извини, я ничего не замечал, что вот так, ты молчала, наверное, было сразу говорить. Ну окей, давай будем вместе решать обоюдно, чтобы тебе стало хорошо, что будем делать. Скажи конкретно, он должен у вас спросить, а что мне делать, какие действия, чтобы тебе стало лучше. Вот этот диалог в здоровых отношениях. А если ваши проблемы, ваши претензии не замечают, мы делаем выводы, вас не замечают, без разницы, как вы себя чувствуете, и вообще человеку наплевать. Вот и все. Так что примеряйте это на свои отношения. Порой неприятная, горькая правда лучше, чем обман, самообман и сладкая ложь. Я надеюсь, что, знаете, я вот честно скажу, если кто хочет, в Телеграме у меня есть лектория здоровых отношений, там 4 лекции, напишите мне на почту, кто хочет их прослушать, поучаствовать в этом лектории, там про здоровые отношения. Как они должны быть? Какие есть составляющие момента здоровых отношений? Что это такое? Приложите это все, послушайте информацию о телекции, можете изменить свои отношения или выйти из своих и начать по здоровому, по нормальному. То есть это образец условий здоровых отношений, как это вообще по нормальному должно быть. Я встречаю просто, почему у меня вообще этот лекторий был написан? Потому что в своей практике я очень часто встречаю, когда мне говорят, ну а разве есть нормальные отношения здоровые? Это же из фильмов и сказок. А что, разве есть нормальные парни? Разве есть любовь? Разве можно жить без измен, без обмана? Да, есть. Представляете, есть. Когда это начинается по нормальному, по здоровому. Вот они, когда мы чиним отпавшее колесо у телеги, которое уже развалилось и летит под обрыв. Там, конечно, результат будет не очень. Нет, ремонтировать, навряд ли получится, либо колизон не приделается, либо телег под берег улетит, правильно? Как бы надо начинать изначально по нормальному, вот все. В общем, сейчас я думаю насчет лектория по осознанности. Осознанное потребление, осознанное существование, как слышать себя, свои желания, что такое вообще осознанность, осознанно жить, существовать. Короче, про диалог с самим собой, как сделать себя счастливым и жить осознанно. Понимать процессы, которые вокруг тебя происходят, правильно на них реагировать и так далее. Кому интересно, пишите в комментариях. Можете накидать каких-то тем. Я сейчас начинаю процесс написания лектории. Я учту ваши пожелания, темы, которые бы вы в лектории, например, хотели услышать, затронуться, что нужно разобрать. С удовольствием прислушиваюсь к вашим запросам. Спасибо за ваше внимание. До новых встреч. Кому нужна моя консультация психологическая в инфобоксе под видео, моя почта. Напишите туда, тема, письма, консультация. Я вышлю вам условия. Если вы хотите, как автор письма, получить видео, разбор вашей истории анонимно на канале, ответ от меня получить. Вот, пожалуйста, тема, письма на ту же почту. История от анонима. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока.